Тимвьюер Тимвьюер Наверняка не раз за время пользования компьютером вы сталкивались с необходимостью что-то спросить или объяснить. Но, как и в жизни, показать порой значительно проще и быстрее, чем объяснять текстом или даже голосом. И не важно, просите ли вы кого-то проконсультировать вас, либо же сами выступаете в роли более опытного пользователя. В настоящее время существует более десятка приложений, позволяющих именно показать, как сделать ту или иную операцию. То есть практически позволяющих на время перехватить управление другим компьютером, видеть его экран как экран собственного компьютера и управлять курсором. Приложений подобного рода много, но большая часть из них платная и стоит достаточно ощутимых денег. А главное, объяснить как установить такую программу начинающему пользователю само по себе проблема. Ведь надо узнать IP-адрес, убедиться, что это именно внешний IP-адрес, а не локальный, и множество других подобных нюансов. В последних версиях Windows появилась и встроенная утилита под названием удаленный помощник. Воспользоваться ей немного проще, однако, к сожалению, она не столь удобна и универсальна, как то приложение, про которое пойдет речь в нашем видеокурсе. А расскажем мы о приложении под названием TeamViewer. Загрузить эту программу можно с сайта teamviewer.com, на самом видном месте которого расположена кнопка Download. Загрузив приложение, запустим процесс установки. Если данная программа уже устанавливалась на нашем компьютере, то первое диалоговое окно предложит два варианта. Установить приложение, либо просто запустить уже установленную версию. В нижней части этого окна мы увидим флажок, позволяющий произвести расширенную настройку всех параметров установки. Следующее диалоговое окно предложит выбор типа использования. Согласно ценовой политике разработчиков, частное и некоммерческое использование данного приложения совершенно бесплатно для пользователя. А вот за использование в коммерческих целях уже придется заплатить. Выбрав нужный нам тип лицензии, переходим к следующему окну. В нем содержится текст лицензионного соглашения и два флажка для подтверждения нашего согласия со всеми пунктами лицензионного соглашения. Следующее окно позволяет выбрать режим запуска приложения по умолчанию с обычными настройками и для автоматического запуска под определенным логином и паролем Windows. В большинстве случаев идеальным решением станет просто разрешить программе обычный способ установки. В следующем окне мы увидим флажок, предлагающий использовать собственную виртуальную, приватную сеть сервиса, обслуживающего данное приложение. Несмотря на ряд интересных возможностей, предоставляемых этим инструментом, мы не рекомендовали бы включать эту опцию начинающим пользователям. Настройки ее могут вступить в конфликт с имеющимся подключением к провайдеру. В следующем окне мы увидим два режима доступа, предоставляемого приложением. В первом режиме доступ, получаемый к приглашаемым пользователям, будет автоматически максимальным. Во втором, приложение постоянно будет спрашивать вас о том, какие права вы желаете предоставить подключающемуся пользователю. Учитывая надежность защитных функций приложения, мы рекомендуем выбрать сразу первый вариант. Ведь никто посторонний к вашему ПК, помимо вашей воли, доступ не получит. А тем, кого вы допускаете в свой персональный компьютер, по логике вопроса, вы изначально достаточно доверяете. Итак, следующее диалоговое окно. Это путь, по которому приложение будет установлено, и место, которое программа займет на жестком диске. Эти настройки мы также рекомендуем оставить без изменений. И последнее окно установки. Выбор того, как именно будет называться папка приложения в главном меню Windows. Нажав кнопку Install, дождитесь установки. Закончив установку, приложение запустится автоматически. Окно программы и основные настройки. Запустив программу, мы увидим вот такое окно. Интерфейс программы относительно прост. Если ваше подключение к сети действует и соответствует стандартам, поддерживаемым TeamViewer'ом, в левой части окна отобразится набор цифр. В графе ID ваш уникальный идентификационный номер. Программа генерирует его самостоятельно, и это отчасти похоже на номера, выдаваемые популярным сервисом ICQ при регистрации пользователей. Ниже расположено окно с паролем, требуемым для подключения к вашей программе удаленного помощника. Паролей может быть два. Тот, что мы видим в верхней части этого окна, так называемый временный пароль, который можно смело раздавать всем, кого вы пожелаете пригласить. Однако, после первого же подключения к вашему компьютеру, программа сама автоматически сменит этот пароль. Таким образом, дважды подключиться по временному паролю уже не получится. Однако, предусмотрены в программе и постоянные пароли. Предполагается, что их можно использовать для выдачи своего рода постоянного пропуска на ваш компьютер. Это очень полезно в таких случаях, когда, например, нужно наладить регулярный доступ к своему домашнему компьютеру с работы, или наоборот, к рабочему из дома. Естественно, такое подключение сработает только в том случае, если компьютер, к которому мы пытаемся подключиться, включен и не заблокирован паролем Windows. По ссылке ниже мы можем настроить постоянный пароль и ряд других подобных параметров. В правой части окна вводится идентификатор пользователя, компьютеру которого мы желаем подключиться, либо кого желаем пригласить, посмотреть на свой экран. Если мы подключались ранее по нескольким идентификаторам, все они будут сохранены в этом выпадающем списке. Режим подключения настраивается ниже. Это может быть как подключение с целью управления удаленным компьютером, так и приглашение удаленного пользователя посмотреть на ваш рабочий стол. Ниже расположено еще два варианта, передача файлов напрямую и организация VPN-соединения по отдельному каналу. Итак, рассмотрим меню программы.